я приветствую вас на канале повезушки с танюшкой и сегодня я предлагаю связать вам вот такой вот цветок данным цветком вы сможете украсить любое изделие из данного цветка можно сделать брошь пришив сюда фетр и зацепив булавочку а можно сразу пришить к изделию для вязания цветка я буду использовать пряжу coco это хлопковая пряжа стопроцентный мерсеризованный хлопок 50 грамм здесь 240 метров цвет данной пряжи 3854 вязать буду крючком номер два и для работы нам как всегда понадобится ножницы ну давайте приступим для начала делаем закрепительную петельку и набираем цепочку из 61 воздушные петли 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и так набираем 61 петельку теперь мы должны провязать 4 петельки подъема 1 2 3 4 отсчитываем 4 петельки и в пятую петельку мы должны провязать столбик с двумя накидами и в эту петельку нам нужно провязать таких 6 столбиков с двумя накидами 1 мы провязали и провязываем еще пять всего должно быть 6 1 сделали 2 3 4 4 5 и 6 теперь отступив одну петельку в следующую мы провязываем снова 6 столбиков с двумя накидами я при этом захватываю две стенки петли чтобы снизу было только одна петелька провязали первый столбик и так провязываем 6 2 2 3 3 4 5 5 6 и 6 и так повторяем до конца одну отступаем и в следующую провязываем 6 столбиков с двумя накидами так вяжем до конца этот ряд и так провязала я до конца цепочки столбики с двумя накидами и теперь переходим к вязанию второго заключительного ряда начинаем ряд 4 воздушных петель раз-два-два-три-четыре и затем в каждую петельку предыдущего ряда мы провязываем столбиков с двумя накидами вот у нас идут 6 лепестков и нам нужно провязать 5 каждую арочку провязываем 1 1 1 2 2 3 4 4 и 5 5 провязали 5 столбиков теперь мы делаем 3 воздушные петельки 2 3 и в эту часть между 6 столбиками с двумя накидами мы делаем столбик без накида Снова провязываем 3 воздушные петельки и снова вывязываем 5 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Теперь мы делаем 3 воздушные петли и делаем столбик без накида и снова поднимаемся тремя воздушными петельками и провязываем столбики с двумя накидами в следующий лепесток. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 3 воздушные петельки и между лепестками соединяемся столбиком без накида. И так повторяем вязать, оставив 5 лепестков, в которые мы будем делать 5 столбиков с одним накидом. Продолжаем так вязать до конца. Итак, провязали мы все лепестки по 5 столбиков с двумя накидами и оставила я 5 лепесточков. И теперь этих 5 лепестков нам нужно провязать по 5 столбиков с одним накидом. То есть мы закрепили столбиком без накида. Теперь делаем 2 воздушных петельки. И в каждую петельку мы будем делать столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Теперь делаем 2 воздушные. И также вот сюда, в середину между лепесточками, мы делаем столбик без накида. Снова поднимаем 2 воздушные петли и вывязываем столбики с одним накидом. Ну, довязываем так лепесточки. Довязали. В конце делаем также 2 воздушные петельки и закрепляемся в косичку столбиком без накида. Выводим ниточку и отрезаем. Хвостик затягиваем. Готова наша деталь и теперь мы будем приступать к формированию цветка. Для этого нам нужна нитка под цвет пряжи, иголка, какая-нибудь пуговичка или бусинка в серединку. У меня есть вот такая стразинка. Для этого я буду использовать клей гель момент прозрачный, ножницы нужны. Ну и сама наша деталь. Завязала узелок и теперь буду приступать к сборке цветка. В начало цветочка нам нужно сформировать полукруг. И теперь мы будем потихоньку пришивать. И будем прикладывать к цветочку вот так лепестки и с изнанки будем прихватывать, где мы отложили лепестки. Дальше формируем цветочек и снова пришиваем. И так двигаемся по кругу и пришиваем лепесточки. Когда цветок мы прошили, вот так он выглядит с изнаночной стороны. В принципе, если вы хотите сделать брошку, то можно вырезать кусочек фетра и сюда фетр приклеить или пришить и булавочку застегнуть. Я собираюсь цветочек пришивать, поэтому мне осталось приклеить только стразинку. Клея нам нужно достаточно много, поэтому сразу вовнутрь вливаем клей. Клей этот прозрачный, поэтому если что-то вымажется, ничего страшного. Такой цветок у нас получился. Он очень объемный, такой красивый. Ну вот мы связали с вами цветок. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под видео, буду рада на них ответить. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok